Всем привет! Сегодня темой нашего разговора будут циклоны, а также все, что с теми связано. Сила кориолиса, форма Земли и ее вращение. Начнем с силы кориолиса. Суть ее сводится к следующему. Наблюдаемая траектория тела зависит от того, в какой системе отсчета находится наблюдатель. Даже если тело в реальности движется прямолинейно, с точки зрения наблюдателя, который находится во вращающейся системе отсчета, это тело будет двигаться криволинейно. Инерция пытается сохранить скорость и направление движения, но наблюдателю кажется, что на тело действует какая-то отклоняющая сила. Именно эту несуществующую или фиктивную силу и называют силой кориолиса. Кстати, наглядным примером разных систем отсчета может быть карусель. С точки зрения оператора, этот парень находится практически на месте, хотя для других участников он движется по кругу. Теперь поговорим о форме и вращении Земли. Официальные данные говорят, что Земля шарообразна и вращается с запада на восток со скоростью 1 оборот в сутки. Из этого следует, что поверхность Земли имеет некоторую скорость движения в пространстве. Она максимальна на экваторе, постепенно уменьшается с удалением от него, пока не становится равной нулю на полюсах. Все это непосредственно связано с циклонами и силой кориолиса. Сейчас вы поймете почему. Для начала вспомним, что такое циклон и с чего он начинается. Циклон это гигантский атмосферный вихрь с зоной пониженного давления в центре. Собственно, эта зона и является причиной зарождения циклона. Сама зона возникает по нескольким причинам, связанным с движением атмосферных фронтов. Но давайте на минуту вернемся к силе кориолиса. Для объяснения ее действия на шаре я решил воспользоваться максимально наглядным примером. Предположим, в районе экватора стоит пушка, которая стреляет ядром точно на север. Здравый смысл подсказывает нам, что ядро в этом случае должно лететь на север, но этого не произойдет. В чем же причина? Давайте разберемся и вернемся к началу выстрела. Вспомните этот кадр. Поверхность на разных широтах из-за шарообразной формы Земли будет двигаться с различной скоростью. Получается, что ядро в момент выстрела имеет скорость большую, чем точка на поверхности, отмеченная фиолетовым. И ядро в полете обгоняет эту точку, оказываясь впереди нее по ходу движения Земли. То же самое происходит и при стрельбе с севера на юг в сторону экватора. Полет прямолинейный опять нам кажется очевидным, но это снова не так. Скорость ядра в момент выстрела тоже отличается от скорости на поверхности. Но теперь она уже ниже. Это приводит к тому, что в этот раз ядро наоборот отстанет и окажется позади точки по ходу вращения Земли. К чему это все приводит в итоге? А вот к чему. Вместо такой траектории тела мы получим такую. Ну а теперь снова вернемся к зарождению циклона. Как я уже сказал, он зарождается с появления зоны низкого атмосферного давления. Окружающие массы воздуха будут стремиться заполнить эту пустоту. Но так напрямую у них это сделать не получится. Да, этому мешает сила Кориолиса, работа которой я описал чуть выше. Воздушные потоки из-за действия этой силы будут чуть отклоняться, как показывают стрелки. Все это приведет к тому, что образуется круговой вихрь, вращающийся против часовой стрелки. В южном полушарии, естественно, все будет происходить зеркально противоположно. Но это еще не все. Снова вернемся к скорости вращения поверхности. Как вы можете заметить, получается, что скорость с удалением от экватора уменьшается неравномерно. Сначала медленно, потом значительно быстрее. Так, разница между скоростью на экваторе и на двадцатой параллели отличается всего на 6%. Между сороковой и шестидесятой параллелью целых 37%. Хотя расстояние между ними в обоих случаях одинаково. К чему это должно привести? К тому, что чем дальше над экватора, тем сильнее будет отклонение от первоначального направления. Иначе говоря, чем дальше от экватора, тем сильнее сила Кориолиса. И на экваторе она вообще равна нулю. Как это влияет на циклоны? Давайте посмотрим. Итак, вот наш первый зародившийся в тропиках циклон. Но, как я уже сказал, сила Кориолиса растет с удалением от экватора. Это приводит к большему отклонению потока воздуха и в итоге к увеличению размера вихря. И в целом общая картина на глобусе должна выглядеть примерно вот так. И все, что я сказал выше, можно свести к нескольким пунктам. Первое. Циклоны всегда вращаются против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой в южном. Второе. Циклоны никогда не зарождаются вблизи экватора. Как я уже говорил, вблизи экватора сила Кориолиса стремится к нулю. И любая зона пониженного давления тут же заполнится окружающим воздухом безо всяких вихрей. Третье. Циклоны никогда не пересекают экватор. По той же причине, что и выше. Плюс к тому же, по ту сторону экватора сила Кориолиса будет работать в другую сторону. И даже если какой-то циклон чудом прорвется, он тут же разрушится. Четвертое. Чем дальше от экватора, тем больше получается циклон. Поэтому тайфун или тропический циклон никогда не зародится над Гренландией, а циклон размером в несколько тысяч километров никогда не появится в тропиках. Все, что я сказал выше, это теория. Но давайте теперь посмотрим, подтверждается ли это какими-то фактами. Первый пункт. Направление вращения. Тут все просто. Любой желающий может увидеть направление, ощутив его, так сказать, на своей шкуре. Напомню, воздух в циклоне движется примерно так. А то, что это именно циклон, вы также можете определить, измерив атмосферное давление. Для тех, кто не любит выходить на улицу, есть куча метеосервисов, достаточно подробной информации о состоянии атмосферы. Я привожу также эти снимки в качестве доказательства, хотя знаю, какая будет реакция у альтернативно одаренных. Обращаясь к ним, скажу, если вы сможете аргументированно опровергнуть подлинность снимков с метеоспутников, я публично извинюсь и удалю это видео. Второй пункт. Тут еще проще. На данный момент никто никогда не наблюдал зарождение циклона вблизи экватора. Третий пункт. Аналогично предыдущему случаю в пересечении экватора не зафиксировано. Четвертый пункт. В тропиках зарождаются и живут тайфуны, ураганы и другие тропические циклоны, имеющие относительно небольшие размеры, обычно в районе 500-800 километров. Обычные циклоны зарождаются в средних широтах, имеют обычно чуть больший размер. И, наконец, самые большие циклоны возникают в верхних широтах и имеют размеры вплоть до нескольких тысяч километров. На всякий случай я уточню, я говорю именно о зарождении циклона. Циклоны обычно не стоят на месте и могут сместиться на значительное расстояние в течение жизни. И может получиться так, что обычный крупный внетропический циклон смещается на юг. Там он в зависимости от некоторых факторов может трансформироваться в тропический. И такое случается довольно часто. То же самое касается и ураганов и тайфунов, которые тогда забираются в более северные широты. Итак, все четыре пункта подтверждаются на практике. Выводы, как всегда, я предлагаю вам сделать самостоятельно. На этом я хотел бы закончить. Надеюсь, видео было полезным для вас. Адекватным и разумным зрителям спасибо за просмотр. Альтернативно одаренным удачей в попытках все это опровергнуть. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.